Всем привет! С вами Вова. И сегодня я вам покажу мой самодельный Polyback LEGO Power Miners. Вы не знаете, что такое Polyback? Что? Polyback LEGO это наподобие очень маленьких наборчиков. То есть у них очень много деталей, а сам набор, когда вы его соберете, будет маленький. Это такой Polyback. Так назвали американцы, или, как можно сказать, компания LEGO. Я сделал самоделку только под серию Power Miners. Еще у меня есть там самоделка Polyback Next Nights. Скоро покажу. А сейчас Power Miners. Это такой вот монстрик, красный. У меня еще красный есть самодельный монстрик. Он, к сожалению, не кушает кристаллики, зато подходит под размер LEGO мини-фигурки. Сейчас любую мини-фигурку из LEGO вам принесу. Вот и я нашел Человека-паука. И посмотрите, он с любой мини-фигуркой LEGO, только не с Макси-мини-фигурками, одним ростом. То есть я его сделал, как настоящую LEGO мини-фигурку LEGO. Ну, пусть пока тут постоит наш герой, который сражается с этим монстром. Ну, это, конечно, странно. Power Miners плюс Super Heroes. Это уже совсем другое. Потому что сей заключается, что наглые людишки пришли под землю, ну, благодаря своими трахтелками, как там их называют, тогда были щеками. И они там все у них разломали. И воруют кристаллы. А эти монстрики говорят, эй, вы че, офигели на нас-то? Они ведь мирные существа, эти монстры. А люди пришли, у них все там сломали, и воруют кристаллы, которыми они питаются, эти монстры. Я на стороне монстриков, потому что эти пришли, все раздолбали, и воруют кристаллы. Это нехорошо, как я думаю. Ну, ладно, в Super Heroes там пришли злодеи и раздолбали весь мир. Тогда нужны эти людишки наподобие шахтеров и Человека-паука. И вот такой полибэк. Я считал перед обзором деталей, получилось 27 деталей, а когда я свою самоделку собрал, я по памяти знаю, что как надо собирать, куда детальку ставить. И получилось у меня 27 деталей, а когда собрал, какая-то маленькая ерундушка. Правда, очень маленькая самоделка, такое количество деталей. Это все из-за монстра. Он набирает очень много деталей, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, по всему организму. Даже руки. И я не знаю, как назвать эту самоделку. А потом придумал. Эта самоделка Polyback Lega Power Miners называется Пушка Красного Монстра. Я, честно, не помню его имя. Помню только Glossier, это Синий Монстр. И еще кто-то. Кто там еще? Ну, я только Glossier помню. Остальных я не помню. Надо посмотреть чуть-чуть видео про Dominato Space. Кстати, подпишитесь на его видео. Очень крутое видео. Он там в каждом видео про Lega Power Miners говорит имена самих монстриков. Вот я слышал Glossier и про Красного тоже. Мне надо освежить память, чтобы вспомнить вот этого Красного Монстра. и у оригинального монстра пасть открывается, у этого только мордахо открывается, и то ломается. Поэтому он никак не может слить кристаллик и еще что-то. кстати, во втором полугодии Лего Сити в августе и в сентябре, вот у меня в сентябре будет день рождения, и я видел фотографии Лего Сити второго полугодия. И это Сити второго полугодия мне реально напомнило серию Power Miners, потому что там тоже будут кристаллы Glossier это синего монстрика, и мини-фигурки, а также их костюмы очень напоминают шахтеров, также их транспорты, и камни тоже из Power Miners. Там в одном наборе по серии Power Miners на катапульте были какие-то детали камней, и эти детали камней будут в Лего Сити второго полугодия. Мне это серия во втором полугодии реально напомнила серию Power Miners. поэтому я ее хочу. Лего Сити второе полугодие. Там реально мне напомнился Power Miners. Реально. Ну, не останавливаемся на Лего Сити второе полугодие, и теперь посмотрим на минус моей самоделки, то есть в минусе вот этой мини-фигурки. Минус ее, что она падает. Вот никак. Хоть позу придай, все равно упадет. Хоть какую-нибудь позу, хоть бежит, хоть бежит придайте позу, все равно фумерок упадет скоро. бежит. теперь о плюсах. Он может ну, тут нету плюсов этой мини-фигурки. То есть плюс, что он может, то есть, что его пушка может и на землю стрелять, и на поверхность стрелять. лучше бы он прям по шахтерам стрелял. Но если его поставишь, а да, вспомню, это его плюс, то он не будет падать. И тут такой выстрел. Вот эта деталька выстрела как раз от его спины, как будто он взял кусочек своей спины, сюда прилепил и вуаля, выстрелил. Ну, у меня коротенький обзор, коротенький наборчик, то есть самоделка, коротенький столик, хотя нет, он всегда длинный. А теперь всем пока, до скорого. Будет следующее видео про третье место в ту мини-фигурку. Всем пока! Субтитры